привет сегодня с вами домашняя кулинария сегодня для своей семьи готовлю такое блюдо как ачма я хочу показать вам свой рецепт надеюсь он вам понравится это блюдо готовится из теста и начинки для теста нам пригодится мука и 3 яйца может быть чуть-чуть мы еще добавим воду масло нам пригодится для смазки между слоями и сыр у меня два вида сыра для этого блюда очень подходит молодые кавказские сыры такие как сулугуни бренза пока будет отдыхать мое тесто я натру на терке сыр а сейчас я начну готовить тесто я посолю нашу муку мак мука у меня уже просеяна весь рецепт я напишу в описании это тесто очень похоже на тесто которым готовят пасту пасту готовят только из желтков и муки но иногда готовят из одного яйца и муки на каждое яйцо уходит 100 граммов муки у нас сейчас вот у меня приблизительно 400 грамм муки я взяла три яйца чуть-чуть если мне будет нужно я добавлю буквально 50 грамм воды тесто должно получиться плотное очень сейчас я быстро стала замешивать на столе вот минут 4 5 оно должно быть вот таким очень упругим эластичным вот приблизительно вот такого тесто должно у нас получиться я его должна буду оставить обязательно минут на 15-20 можно и на полчаса к этому времени во первых я приготовлю сыр ну и приготовлю кастрюлю в которую будем отваривать наше тесто отстоялось приблизительно 25-30 минут она более такой уже эластичная я разделю его сейчас на части приблизительно я буду делить его на 78 частей и каждый из частей раскатываем в тонкий пласт ну вот так я буду делить наверно вот так я разделю на 8 ровных частей каждую часть превращу шарик пока буду работать с каждым из них вот а теперь я свои шарики отложу оставлю только один и его буду раскатывать тонкий пласт мы подпылили наш стол мукой щедро и будем его раскатывать очень-очень тонко почему потому что здесь все-таки тесто не должно быть прям вот толстым весь эффект очмы сырья я сейчас покажу как у меня это получится вот так вот тонкая раскатала я приблизительно покажу насколько она тонкая я не знаю сколько здесь один миллиметр наверно вот и сейчас мы его будем заваривать вот так вот я раскатала все мои 8 слоев теперь это вот моя форма в котором я буду готовить атму для начала я одно должна буду смазать маслом вот мое масло я сейчас быстренько дно смажу масло и первый корж он будет сырым я его просто постелю сейчас я покажу как я это делаю вот вот так щедро смазываю масло и первый кожда она буду постелить его вот просто сыры вот так я его делаю не обязательно чтобы он был вот прям по форме почему потому что вот здесь на дне можно делать вот такие складки и когда мы будем сыр здесь равномерно распределять он будет плавиться и по складкам вот прям как и по лабиринту будет проходить вот так вот первый слой я сейчас смазываю маслом меня здесь 200 грамм масла растопленного сливочного весь рецепт я напишу в описании ну вот а второе слово уже будет сварено мы его сейчас сварим я покажу как я это делаю вот так вот он будет таким слоеным он очень калорийный вот так вот сейчас покажу что я делаю дальше вот у меня сейчас кастрюля с водой воды должно быть много приблизительно 3-4 лет я сюда добавляю ну одну вот такую столовую ложку большую меня ложка маленькая я чуть-чуть сверху добавил да вот а так нужно одну столовую ложку соли обязательно и чуть-чуть растительного масла вот 1 и 2 столовые ложки растительного масла это для того чтобы они наши вот наши эти пласты не склеивать и вот каждый наш вот этот класс кож мы будем вот так отваривать буквально 30 секунд не больше а потом вот у меня еще здесь место есть холодной водой я ее буду сразу прям из этой кастрюле так как наше тесто из яиц и муки она не опасно да она не будет склеиваться она вот так вот отварится ее можно доставать шумовка а можно вот прям вот ситечком вот так вот взять вы достать вот 30 секунд прошло вот так вот ситечком достать помогать себе вот так что вода вся слилась и сразу холодную воду вот так вот и все я не так не склеить это тесто очень удачно я сейчас покажу и опять вот беру мой пласт который очень тонкий стряхиваю с него муку и снова опускаю вот так отвариваться буквально 30 секунд ну а вот из холодной воды я уже вынимаю вот я вот отсюда вынимаю холодной воды и надо будет на полотенце или на салфетку чтобы она просушилась и вот так вот я буду отваривать 6 листов то есть первый и последний так как у меня было 8 1 последний я отваривать не буду а все 6 я вот так вот отварю достану вот так вот это несложно сюда время уходит намного меньше чем когда мы готовим пельмени и вот так вот опускаю снова в холодную воду так я сделаю все если у вас не получается раскатать вот так тонко вы посмотрите где мы с вами готовили пахлаву там написано тесто фило вот эта техника очень сюда также подходит то есть когда мы раскатываем не один шарик да не один пласт а сразу три четыре иногда 5 и вот так я творю все мои пласты покажу что я делаю лучше мой второй пласт вот так не обязательно ровно снова смазываю маслом блюдо это очень калорийное можно сказать оно такое мужское блюдо да вот так вот а теперь вот очень щедро посыпаю сыром и так я постелю и буду смазывать все мои слои посыпаю щедро если у вас здесь получаются складки это очень даже будет хорошо вот я беру свой очередной лист который мы отварили и вот так вот вот так вот даже сама создаю эти складки вот так вот снова смазываю его маслом очень вкусно это это кавказское блюдо по моему она грузинская его там очень часто готовят и очень вкусно вот так вот и снова посыпаю щедро сыром вот так вот он будет плавиться и по этим складкам очень интересно будет на срезе выглядеть я обязательно покажу я буду вот так добавлять я надеюсь вам уже понятно что я делаю и как если вам будет я сушу свои эти слои на полотенце вы можете это делать на салфетке вот так вот я буду делать снова смазываю маслом я надеюсь вам понравится оно очень вкусно если у вас с первого раза может не очень получится но вы хотя бы будете знать где у вас не получается и как следующий раз делать чтобы было хорошо тонкие слои я еще расскажу посмотрите пахлава у нас там тесто филу мы там два-три пласта раскатывали одновременно вот так получится очень легко будет очень тонко и вот так я буду все мои пласты засыпать сыром ну вот сыр у меня уже закончился и вот я мой последний корж мой пласт последняя вот так вот постелю и вот так вот заправляю его внутрь буквально закрываю весь наш пирог да вот а чему нашу вот так вот я вот заправляю его внутрь ну так я и последнего смазываю маслом вообще-то а чему можно вот прям в таком виде оставить то есть прям вот в таком виде посылать в духовку ну и сыра здесь уходит приблизительно вот вообще-то можно и полкило но у меня ушло 700 грамм даже 750 вот так я полностью смазываю его масло и возьму еще один кусок сыра и натру сверху так он будет красивой если мы не натрем сверху то вот эта корочка она будет такая тоже румяная тоже будет красиво ну вот я сейчас хочу сыром чтобы у меня было сыра больше так быстро натру вот так вот и сверху тоже посыплю вот эту асьму надо оставить вот в таком виде хотя бы на 30 минут холодильнике он весь вот такой пропитается осядет а потом посылаем в духовку надо судить по духовке да вот у меня с конвекция 30 минут у меня будет духовке приблизительно где-то 190 градусов можно даже двести сначала ну а потом вот так вот сейчас я еще добавлю сыра посылаю все это сейчас оставлю в холодильнике минут на 30 и пошлю в духовку вот перед тем как послать в духовку нашу атьму я вот так вот и и разрежу на части на порции потому что потом будет сложнее она будет она будет ломаться вот так вот и посылаю в духовку приблизительно на 35-40 минут суперская атьма у нас сегодня с вами получилось я еще только вытащила его из духовки еще слышно как кипит масло внутри я обязательно покажу как он выглядит на срезе я надеюсь вам понравится мой рецепт пишите комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша домашняя кулинария спасибо и пока